Здравствуйте, я Елена Доценко. Мы продолжаем говорить о наболевшем. Сегодня возросла мобильность населения. Поговорим о транспорте и доступности. Говоря о доступной среде, мы сразу думаем о людях с инвалидностью. Вроде бы и программы реализуются, и что-то меняется, но темп совсем не тот, который диктует современность. Архангельская область во всех отношениях скорее можно назвать недоступным регионам. Решиться здесь жить на севере может только смелый и даже отчаянный человек. И все же здесь живут люди. Говоря о комфортной городской среде, мы не используем передовой опыт других регионов. Например, Новосибирского академгородка, где асфальт клали не по плану чиновников, а по тропинкам, что протоптали сами жители. Проблемы и с автобусными маршрутами, и с жизнодорожным транспортом. Они должны ходить так, как удобно пассажирам. В Котласе жители столкнулись с тем, что РЖД своей волей и, видимо, посчитав прибыль, поменял расписание поезда Котлас-Архангельск. Всем пассажирам стало неудобно, финансово затратно, так быть не должно. На днях проехало более 2000 километров по нашим региональным дорогам. Пыль, забивающая легкие горла, колдобины, почти никакого дорожного благоустройства. Лет 15 назад по пути в Ломоносово на развилке у Холмогор мы сделали остановку для иностранных гостей. Посещение тех, скорее, антисанитарных мест стало самым ярким впечатлением. И ничего с тех пор не изменилось. А тот хозяин придорожных кафе плевать хотел, видимо, на все нормы, правила, предписания, буйство властей, на то, что надо уважать своих посетителей в конце концов. Извините, но наболело и в спину отдает. Объективности ради скажу, что Велигодский район, наоборот, поразил своей чистотой. Многие жители Архангельска, да и других северных городов, каждую свободную минуту стараются провести на набережной. И тут снова прекрасный вид портят ржавые суда, разбитые причалы, вешающие мосты. А ведь наша область включена в федеральный проект «Серебряное жрелье России». Но сегодня добраться до объектов культурного наследия можно только вопреки. О переправах и их состоянии молчу. А значит, надо восстановить сеть причалов по речным маршрутам, развивать речной флот, строить мосты, поддерживать местных туроператоров, сооружать переправы с учетом движения речного грунта. Радует, что что-то меняется. Говорят, малая авиация – наш путь в регионе. Соглашусь. Ледоходные реки делают строительство мостов очень дорогим. Поэтому нужно вернуть в строй закрытые и заброшенные аэропорты и аэродромы, обновить парк машин. Некоторые шаги в этом направлении, безусловно, сделаны. А еще, кстати, аргумент в пользу авиации – смотреть и радоваться у нас иногда можно только на небо. Оно у нас искрится. Еще один поразительный факт. Недалеко от славного села Суры, в Пинежском районе, близ деревень, в лесах – свалки. Спросили у местных, почему существующие нормы и правила настолько формализованы, что никто даже не возьмется за то, чтобы сделать обычное ограждение и исправить это безобразие. В результате страдают все стыдливо, а зачастую брезгливо отворачиваются от леса. И никто не виноват. Вернее, виноватого чиновника найти можно быстро. А вот дать ему возможность исправить ситуацию, предоставить для этого ресурсы – нет. Это всего лишь один, кстати, из примеров. С подругой обсуждали, почему же так. Видимо, прав был профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Разруха у нас в головах. Мы так и ездим до сих пор в теплушках и думаем, кого бы раскулачить, наказать. А тем временем в поселке Сылога Пинежского района недавно благодарили четырех парней, которые во время дискотеки увидели задымление и фактически спасли всю деревню. Спасибо неравнодушным ребятам. Но откуда взялся пожар? Разве не мы сами зажигаем траву, пренебрегая правилами и здравым смыслом? Будьте благоразумными. Думайте о том, что вас окружает. Благодарю.